Знания лучше усваиваются, когда ребенок чувствует себя комфортно. По тому комфорту в образовательных учреждениях Славянского района уделяется особое внимание. Комфортная температура в помещениях школ и детских садов стала главной темой рабочего объезда заместителя главы района по социальным вопросам Виталия Титаренко совместно со специалистами топливно-энергетического комплекса. Пригласили на объезд и нашу съемочную группу. Ответ на вопрос «Тепло ли учиться осенью 2017 года» в первом материале выпуска. Проверки по вопросам тепла в школах и детских садах не ждали, потому ее итоги можно назвать объективными. Зайдя в шестую школу поселка Совхозного, комиссия сразу отметила, что температура в помещении очень высока. Такое замечание подтвердили и приборы учета. При уличной температуре в 10 градусов котельная подает на школу воду температурой в 51 градус по Цельсию. Хотя такой показатель должен быть при плюс 4. Это расхождение с температурным графиком вызывает вопрос и напрямую касается второй темы объезда – энергосбережения. Перед нами стоит задача, прежде всего, чтобы в наших учреждениях было комфортно нашим детям. Это основное. Мы видим, что отопление во всех учреждениях работает. Мы посмотрели несколько школ, детских садов в разных поселениях. Везде эти условия имеются. Но при этом вторая задача стоит в том, чтобы тепло и любые энергоресурсы расходовались экономно. Мы неоднократно проводили рабочие встречи, совещания с руководителями учреждений и ответственными за теплоподачу, за водоподачу, за экономию этих ресурсов в учреждениях. Выработали ряд мероприятий, которые должны привести к тому, что прежде всего не допустить ни рационального расходования энергоресурсов, а во-вторых, сэкономить бюджет, потому что есть ряд других задач, на которые можно направить данные средства. На сегодняшний день не все образовательные учреждения города и района пришли к пониманию, что они должны следить не просто за комфортом, но и думать об энергосбережении. Хотя эта тема неоднократно поднималась на обучающих семинарах, которые в преддверии отопительного сезона проводит управление образованием. По тому особое внимание заместитель главы района уделил проверке знаний сотрудников, проходивших обучение по работе с узлами учета и взаимодействию с ресурсоснабжающими компаниями. Температурный график, есть у вас листочек с температурным графиком, чтобы вы понимали, когда какая температура должна котельная подавать? Нет. Вот так. Вот такая вот табличка, написана температура, подача, есть у вас? Нет. Система узлов учета была установлена несколько лет назад. Контролирует их работу и занимается сбором и отработкой информации подрядчик Олег Донцов. Это внедрили уже 4 года. Ну, конечно, есть. Меньше гораздо платят, чем по расчетам потребно. Как и в жилых домах, везде. Сейчас вводятся тепловые учеты ставят и, соответственно, меньше платит потребитель. Попутно с основным вопросом комиссия оценила и качество пропускного режима на объектах – безопасность образовательных учреждений, задачи по которой ставятся очень серьезные. Во всех посещенных школах работа охранников была оценена удовлетворительно. В целом, в ходе проверки был выявлен ряд недостатков в связи с неэффективным использованием энергоресурсов, а именно их излишним потреблением, когда в помещении не просто тепло, а жарко, некомфортно, очень сухой воздух, что недопустимо для детей. Выявлены недоработки. Специалисты обязались упразднить в ближайшее время. А контрольные объезды продолжатся.